Продолжение следует... Вот у меня был один случай, когда мой один прихожанин, такой хороший человек, дощущий образованный, профессор, по-моему, даже доктор наук, поленился сходить к врачу зубному. Зуб был верхний, он пил какое-то время безболивающий. Он был человек занятой, много творческой энергии и возможности проложить. Он тянул и помер от менингита. Гной от зуба пошёл в мозг. И когда он уже пришёл, ну там, то есть он хотел в понедельник в субботу, сказал, ну я наконец в понедельник иду к врачу. Причто он был в совершенно нормальном состоянии. Скоро-силен умер. Так, скажем, постижно скончался, нежизненно совершенно для всех. Потому что он был в силах, он вот, так сказать, съел у меня там на беседе, мы с ним беседовали, всё было хорошо, он так бодро выглядел. Ну вот так вот. Это кто виноват-то? Не Бог же. Так и люди. Вот они, почему кончая жизнь самоубийством, ломаются, там сходят с ума? Потому что они к Богу вовремя не обращались. Они вовремя обращались к Богу. Понимаете? И если бы это было, и Господь бы укрепил бы, они бы не дошли до такого состояния. Полного такого духовно-пустошённости, которое, естественно, люди суицидом качают не от счастливой жизни. Вот надо к Богу обращаться. Вот я сейчас наблюдаю, а это так оно и есть, что Господь ставит человека в такие немножко далеко критические условия. Для чего? Чтобы заострить вопрос. А ты с кем? Ты с Богом и с лукавым. Ты кого выбираешь-то, брат или сестра? Кого выбираешь? И вот здесь человек должен решать. Если он в этой ситуации, такого обострённого, какого-то кризиса внутреннего, внешнего, он выбирает Бога, то Бог ему даёт уже силы, и он из этого кризиса выходит. Тем более, что в кризис этот он сам зашёл. Но Бог, конечно, выпустил это, но это был его, опять же, выбор. Но вот Господь его так вот, чтобы этот выбор сделал по-настоящему. Боро между Богом и Велиаром. Если человек выбирает Бога, Бог ему даёт силу, и он из этого кризиса выходит, и дальше весьма благополучно существует, радуется жизни, что он с Богом. А если он в этот момент выбирает не Бога, а идёт антихристианским путём, то у него нет уже благодати. А нет благодати происходит обстошение души. И постепенно, может, не сразу, это не в момент выбора, а может, там много-много лет потом, на протяжении всего его дальнейшей жизни, он постепенно погружается в эту бездну адскую. В душе становится всё темнее и темнее, и в конечном счёте он доходит в результате своих этих, даже не один выбор, там целый ряд выборов не в пользу Бога. Доходит в состояние, когда он кончается самоубийством или сходит с ума. Это результат его многолетних выборов не в пользу Бога. И он к этому постепенно приходит, никто не ходит с ума. Вот так, знаете, всё хорошо, всё счастливо, и с ума сошёл. Или там с уидцом покончил. Нет, это происходит в результате всей нашей жизни, из значительного куска нашей жизни. А по большому счёту и всей нашей жизни. Поэтому вот так. Поэтому это не Бог искушает человека сверх меры. Это человек выбирает ускушение сверх его сил. То есть идёт путём божественного. Потому что любые искушения без Бога, они сверх сил человека. Даже самое небольшое искушение может быть сверх сил человека. То, что он без Бога. Вот иногда бывает так, что человек начинает о себе думать высоко. Что он такой вот духовный, что у него такое дадено. И вдруг что-то происходит, вроде, да он всё то же самое делает. А результат не тот. Вот как-то эти что-то вынули из жизни. Что-то главное. Вроде он и старается, и труд затрачивает. И там молится, там кается. И вроде... Ну, ничего не изменилось-то. Он вроде ревностный христианин. Как был, так и есть. А что-то нету. Ну, не получается. А почему? Гордость. То есть всё это внешнее есть. И причастие, и молитва, и даже какая-то ревность внешняя. А гордость. И вот Бог вам поговорит. Ты думаешь, что ты своими силами всё делаешь? Ты моими силами это делаешь. А вот это тебе доказалось, что ты понял, что это так. Что не ты такой, очень прям весь хороший, а это благодать Божия. Вот поэтому, если человек с Богом, человек верит Бога, Господь всегда даст ему силы выдержать те испытания, которые, ну, так сказать, нам попущат в этой жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok